Сегодня мы начинаем такую достаточно обширную и сложную тему, посвященную реактивному программированию, в частности, фреймворку RxJava и RxAndroid в качестве Android. RxJava — это достаточно модный в последнее время фреймворк, который был создан компанией Netflix и сейчас во многих современных проектах используется. Вообще, эта штука построена на паттерне Observer. Классическая реализация этого паттерна, которую, в принципе, на лице слышали. То есть у нас есть какой-то объект, который может изменять свое состояние. И к этому объекту можно подвешивать подписчиков. То есть каждый раз, когда объект изменит свое состояние, он вызовет у этих подписчиков метод апдейт и вы можете в этом подписчике что-то сделать. Ну, типичный пример этого паттерна — это, например, погодная станция. То есть есть какая-то станция, которая изменяет погоду. Вы хотите получать уведомление о том, что погода изменилась. То есть у вас есть погодная станция, она изменяет свои данные. И все подписчики получают изменения об этих, как сказать, уведомления об изменении этих данных. Но здесь это немножко по-другому. Здесь есть два основных объекта. Это Observer и Subscriber. Observer был, в принципе, нечто похожее на вот этот Subject, но немного с другим принципом работы. То есть Subject, он сам по себе изменяется, меняет свое состояние и отдает данные подписчикам. Здесь Observer служит только для, как сказать, обертки над какими-то данными. И когда вы хотите получить эти данные, вы подписываетесь к нему, и только после этого Observer начинает создавать эти данные и отдавать их подписчикам. На самом деле это все, как сказать, выглядит странно на первый взгляд. То есть вы создаете какой-то объект, в котором подписываете еще один объект, чтобы получить данные, вместо того, чтобы сразу получить эти данные. Но это мы обсудим и скажем, почему все это выглядит именно так. А пока по простым примерам пойдем. Вот эту картинку сейчас пропустим, потом я к ней вернусь. Напишем стандартный HelloWord, который будет выглядеть, это, наверное, будет самый жесткий HelloWord, который вы писали. Вот. Что мы делаем? Опять-таки у нас есть два объекта, как уже говорил. Observer.subscriber. Observer.subscriber вызывает методы subscriber. То есть, есть один замечательный метод create, которому передается реализация вот такого интерфейса. В этом интерфейсе есть один метод call, и в параметры этого метода передается subscriber. То есть, есть observable, есть subscriber. Observable вызывает у subscriber два метода on next и завершается. Но на самом деле это значит, что subscriberу передаются две строки, после чего сигнализируется о том, что работа завершена. Ну, в отрыве от контекста это не совсем понятно. Сейчас соединимся вместе, станет получше. Вот это так, сохраняем ссылку на это observable и создаем объект типа subscriber. У него есть три метода. Это on complete, on error и on next. То есть, что здесь происходит? У вас есть observable, который отдает какие-то данные. В данном случае строки. Вы создаете объект subscriber, который попадает вот в этот метод. Observable у этого subscriber вызывает методы on next, on next и завершает свою работу. То есть, выполняется нечто вот такое. Вот этого subscriber вызывается метод on next, попадает сюда. Вызывается еще один метод on next, который попадает дальше. И, соответственно, вызывается on completed, который показывает, что работа завершена. И осталось сделать одно действие. Это, соответственно, выполнить подписку. То есть, вызвать метод subscribe. И уже после этого будут вызваны вот все вот эти штуки. Выглядит крайне страшно. И не совсем понятно, зачем это нужно. Об этом пойдем дальше. Ну, во-первых, все это выглядит страшно, но это можно упростить значительно. Но, как видите, тут куча кода только для того, чтобы мы передаем две строки. Но это, на самом деле, можно сделать гораздо проще с помощью стандартных методов. То есть, здесь мы передаем две строки. Окей, все эти интерфейсы нам не нужны. Мы используем метод just, который делает абсолютно то же самое. Уже упростили, уже все, так сказать, выглядит более-менее получше. Далее, мы не используем субскрайберы методы onComplete и onError. Соответственно, они тоже не нужны. Мы можем использовать специальный интерфейс для этого, action1, то есть одно действие. Собственно, вот этот метод onNext. И заменяем все вот это на вот это. Ну, если перекрутить сюда лямпы выражения, все становится уже намного проще. Ну и, то есть, у нас есть Observer Subscriber. Подписываемся и в блогах вводим Hello World. Резонный вопрос. Почему не сделать просто вот так? То есть, есть две строки, вывели две строки. Это то, к чему мы привыкли и, собственно, всегда так и делали. Тут зачем-то мы создаем какие-то сложные действия с опсероблами, с экшенами подписываемся. То есть, вначале оборачиваем опсеробл, потом подписываемся, чтобы достать эти данные. Вместо того, чтобы их просто достать. Ну, на самом деле, есть несколько причин, которые очень важны. Во-первых, ну, не во-первых. У проеворка Red Java есть, в принципе, два основных достоинства. Ну, их, на самом деле, чуть больше, но основных это два. Это многопоточность. Первое. Ну, то есть, смотрите, вот эти, так сказать, объекты могут, на самом деле, не создаваться так просто, как здесь. То есть, два элемента массива. Это может быть запрос на сервер, может быть еще что-нибудь. Запрос в базе данных. То есть, что выполняется долго. И вот это RxJava позволяет вот это делать. То есть, выполнять этот код опсеробл в бэкграунде и подписываться уже в главном потоке. То есть, некоторый аналог типичного колбека, к которому мы все привыкли. И второе. Это то, чем мы будем сегодня заниматься. То, что самое веселое в RxJava – это работа с вот этими данными, которые находятся во все рубли. Очень много крутых вещей можно делать с этими штуками. И, по-моему, этот framework даже намного мощнее, чем стримовская API в Java 8. Ну, еще есть такая хорошая вещь, как удобная обработка ошибок. Если вы там когда-то заметили, там есть метод on-error, который попадает в все ошибки. Ну, это так. Ну, и на самом деле это, конечно, все стильно, модно, молодежно. И все это любят. Вот, наше сегодняшнее занятие будет посвящено вот этому, второму пункту. Но, чтобы вы не думали, что все это ерунда и никому не нужная вещь, немножко на один слайд буквально рассмотрим, что вот это такое, как это обеспечивается. RxJava полностью сотрудничает с ретрофитом. То есть метод ретрофита позволяет вам возвращать вот эти объекты absorable. На самом деле вот этот метод weaver возвращает уже не просто погоду, а объект absorable. Вот на этом шаге никаких вызовов серверных методов не осуществляется, пока только создается absorable. И теперь вот эта самая приятная вещь – это subscribe.on. То есть где будет выполняться код, который делает absorable. То есть вы просто указываете, что в новом потоке, и все, собственно. Автоматически код к запросу на сервере будет выполнен в другом потоке. И метод absorber позволяет вам легко перенести вот этот код, код обработчика уже, то есть сабскрайберы, перенести в главный поток приложения. То есть стандартное, где вы обрабатываете все действия с юшками. Ну и метод subscribe, соответственно, уже получает результат. Когда вызываете метод subscribe, начинает работать вот этот absorable. То есть получает данные сервера, и вот этот вебер впадает сюда. Но это так. Об этом подробнее поговорим на следующей паре, когда уже будем рассматривать непосредственно в контексте клиент-серверного взаимодействия. А сейчас вот эта клевая штука. Почему мне очень нравится проводить лекции, связанные с Rx, это то, что у них в документации очень много клевых картинок. И не надо слишком сильно париться с составлением презентации. Собственно, этим мы сейчас и будем заниматься. Ну, во-первых, нам нужно уметь создавать absorable. Что-то вы уже видели. То есть, во-первых, это метод don't create. Ой, ну, спустим, просто метод create. Самая сложная реализация создания absorable. То есть вы непосредственно управляете поведением подписчика, вызываете для него on next, on next, и завершаете выполнение, завершать работу подписчика. Далее. Ну, как понимаете, это не очень приятно. Там приходится работать с кучей лишнего кода, и все это не нужно. Есть много стандартных статических методов, которые позволяют создавать вот эти absorable. Например, from. Когда у вас есть список объектов, ну, лист, например, стандартный, вы можете вызвать метод from, и будет создан absorable, который будет испускать вот эти данные. То есть 6 штук, как здесь было. Он отдаст подписчику 6 данных, 6 объектов, и завершит свою работу. Ну, вот как это выглядит на практике. То есть у вас есть array list, добавляете сюда новые значения, и вызываете метод from. Получаете absorable, который содержит 4 объекта. Далее. Метод just. Не совсем точно сказано документация, потому что документация относится ко всем реактивным, так сказать, фреймворкам. Это не только RxJava, это есть и C-sharp реактивный, реактивный JavaScript, и куча всего. На самом деле, в Javi можно создать с помощью метода just вот что-то такое. То есть метод just передать просто переменное число аргументов, и он создаст absorable, который состоит из вот этих 4 элементов. Далее. Вот тоже достаточно интересный метод range, который позволяет создать вам absorable, который будет отдавать данные из определенного диапазона. То есть там, например, от 0 до 100, от 900 до 1000. То есть передаете два параметра, n и m, и absorable отдаст подписчикам все данные, начиная с m, заканчивая n плюс n минус 1. Тоже полезный метод интервал, который отдает данные подписчикам только, так сказать, с определенной частотой. То есть вы можете указать время, например, там 10 секунд, и только раз в 10 секунд он вам будет отдавать эти данные. Это, например, полезно, когда вы хотите организовать, так сказать, обновление данных сервера. Вот, например, как это выглядит. Но пока все эти операторы неизвестны, поэтому это все-таки пропустим. Сегодня, нет, пока это еще не совсем практика, пока это пример будущей практики. Сегодня у нас 4 задания, и поэтому в качестве, как сказать, первого примера очень простое задание, которое я уже сделал для вас, чтобы посмотреть, как это работает, и как вы сами будете с этим работать. Открываем Android Studio. Все открыли проект уже, ну, проект RxPractice. Да. В пакете Tasks есть RxJavaSampleTask. Открывайте этот класс. Собственно, я его открыл и здесь, если что. Это метод, который должен вернуть ну, Аксеробл, состоящий из одного булевского значения. То есть, ну, стандартная проверка текущей версии системы больше, чем в Ладипоп, или нет. То есть, нам нужно, чтобы аксеробл с одним значением булля, этот булль определяется вот таким выражением. Ну, понятно, что ваше задание будет посложнее, но в качестве примера давайте посмотрим, как это проверять. Вот тут есть вкладка Build Variants. Все нашли. Ее нажимаем, вылезает такая штука. Здесь выбираете Unit Tests. Вторая, второй пункт. Сейчас у вас Gradle начнет что-то тут делать, делать, делать. И у вас появился, как сказать, новый пакет, ну, не совсем новый пакет, а Root, Sample, CTS, RxPractice и в скобках тест. Это Unit Tests, с помощью которых вы можете проверить, правильно вы реализовали свою задачу или нет. Ну, то есть, например, вот. Все это видят? Все нашли это у себя? Окей. То есть, просто берете, вызываете, выбираете определенный тест для определенного задания, то есть, тут 4 задания, для Sample, Sample Task Test. Sample Task Test. И запускаете его. После этого Gradual его соберет и прогонит на всех тестах, которые я смог придумать. Ну, и, соответственно, если у вас все получится, то будет успех. Иначе придется разбираться. Так. Вот. Два из двух тестов выполнено. Все успешно. Теперь возвращаемся и начинаем непосредственно делать более веселые штуки. Далее. Как уже сказали, одна из ключевых фишек это манипуляция над вот этими данными, которые есть во все рубли. И для этого служит большой набор операторов, которые, многие из которых будут вам знакомы, если вы работали с 8 джавой. Но если нет, ничего страшного, тут картинки достаточно очевидные. Ну, во-первых, достаточно удобный метод repeat, который повторяет один элемент, может повторить его n раз. То есть у вас был один элемент, вы вызвали метод repeat, у вас получился опсерабл с четырьмя элементами. Ну, не сказать, что часто применяется, но бывает полезно. Вот как это выглядит. То есть у нас был один опсерабл с hello и world, теперь будет один опсерабл, которым есть текст hello world, hello world. и, соответственно, вот этот метод будет вызван четыре раза. Обратите внимание, что все вот эти методы just, repeat и так далее, и так далее, и так далее, они все возвращают объекты в все равно. То есть используйте стандартный builder style, то есть точка, точка, точка и так далее. Но пора перейти к более интересным вещам. Так, картинка хорошо видна. оператор map. Наверное, самый часто использующийся оператор в рейс-жава. Ну и что он делает? Он преобразовывает данные в зависимости от функции. То есть вы передаете этому оператору функцию, которая принимает на вход исходные данные и возвращает какие-то другие данные. Ну то есть здесь это кругляши преобразовываем в ромбики. Ну с числами это, как сказать, более понятно. То есть у нас был оператор, который отдавал 1, 2 и 3. Мы передаем вот такую функцию. То есть x умножаем на 10. И у нас получается оператор, состоящий из элементов 10, 20 и 30. То есть 1 умножить на 10, 2 умножить на 10, 3 умножить на 10. Ну и соответственно на практике это используется примерно так. Есть оператор из двух элементов в hello world. Вы вызываете функцию map. Это generic функция с двумя параметрами. То есть string это исходный оператор был. То есть он у нас был из строк в hello world строки. То есть здесь обязательно string. А вот здесь на самом деле может быть что угодно. Может быть string, может быть тинтеджер, может вообще какой-то объект. Но по каждой простоте string. и то есть теперь в каждой строке из вот этого аксера мы добавляем ну как сказать postrix, не знаю от кого это и так далее. Название может быть разное. и то есть у нас в итоге получится две строки то есть hello message from rx и world message from rx достаточно удобно. Опять-таки если это делать в цикле это все выглядит чуть менее очевидно. Но аналогично можно делать это не только со строками то есть изначально у вас были строки вы хотите вернуть имтовый observable то есть вызываете этот функт панк 1 с параметрами строка и число. Ну и соответственно у вас здесь строка должны вернуть число. Называется например метод хэш-код или длина строки или там еще какие методы. Не важно. Ну и это преобразование можно делать много-много раз. То есть есть две строки вначале вы добавляете к ним в каждой строке message from rx потом преобразовываете строки в хэш-код и потом умножаете на два. То есть в итоге у вас будут как сказать опсеры было из двух интеджеров. Конечно можно было сделать по-другому. Можно было сделать здесь например string integer сохранить здесь создать новую строку потом вычтить для нее хэш-код и умножить в один. Тогда у нас был бы один оператор мапп но это не труд. На самом деле это не очень хороший подход потому что все вот эти штуки могут выполняться в неопределенном порядке чуть ли там не параллельно или друг за другом тут сложно сказать это опять-таки отсылка к стримовской API Java 8 и поэтому лучше в каждом действии в каждом операторе совершать атомарное действие. Это и улучшит читаемость вашего кода. Хотя с виду не скажешь конечно да. Но на самом деле если использовать глянды выражения все становится гораздо приятнее и понятнее. Ну еще один типичный и простой метод это метод filter. он принимает на вход булевскую функцию которая у которой есть один метод который соответственно говорит принимать этот оператор или не надо. То есть допустим если рассматривать фигурки то мы хотим отфильтровать все фигуры которые не являются кругляшами. Соответственно это является все пропускаем эти нет 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 этот пропускаем этот нет остается абсурбл из двух кругляшей. Ну тоже достаточно очевидно. Ну и например с числами опять пример с числами то есть хотим отфильтровать абсурбл интеджер только так чтобы в нем остались только чисто больше чем 10 то есть у нас был 2,30,20,2,5,60 2 не подходит 5 не подходит 1 не подходит ну остальные проходят эту функцию и создается новый абсурбл из трех элементов настало ваше время пока достаточно простое следующее задание будет ужасно а это еще достаточно легко то есть открываете класс рэксжава таск 1 что вам нужно сделать на вход передается объект лист из строк то есть список строк вы должны во-первых создать из него соответственно абсурбл потом нужно оставить в этом абсурбле только те элементы ну только те строки которые содержат букву р маленькую или р большую английскую ну и потом превратить абсурбл строк в абсурбл состоящий из длинных строк то есть абсурбл чисел вперед ну соответственно все операторы которые вам понадобятся здесь уже перечислены время вышло ну соответственно как это выглядит решение ну все банально создаете абсурбл из списка то есть теперь у вас содержится абсурбл в котором содержатся все строки отсюда после этого вызываете метод фильтр этот фильтр соответственно убирает из абсурбла те элементы которые не содержат R ну не содержат R большую или R маленькую то есть здесь у вас будет уже абсурбл из строк которые содержат только R маленькую или R большую и после этого вызываете метод мэп который преобразует строку и строку в число ну эта строка соответственно называете банально метод длина строки ну и собственно здесь все вот это немного не по теме но сказать все же нужно существует два типа апсюрбл это горячие и холодные ход апсюрбл это объекты которые испускают данные то есть отдают какие-то данные всегда независимо от того подписан они кто-то или нет ну то есть например хороший пример движение клавиатуры или мышки то есть все равно как сказать мышь все равно отдает отдает данные о том что она изменила свою позицию а получает эти данные кто-то или нет это ей не важно она же все равно двигается независимо от того нужно кому-то или нет и колд это наши стандартные апсюрбл которые не испускают данные до тех пор пока нет ни одного подписчика ну наиболее рациональный подход вообще зачем нам отдавать кому-то какие-то данные когда никому это не надо то есть пока вы не подпишетесь код внутри апсюрбл выполнен не будет не будет но об этом еще на следующей паре еще раз скажу потому что там это будет более важно а здесь продолжаем развлекаться кроме создания и преобразования апсюрбл можно их фильтровать изменять выдирать из середины и так далее для этого служит опять-таки достаточно большой набор операторов например дистинкт опять-таки понятно что он делает из названия выбирает все оставляет апсюрбл только уникальные элементы то есть у нас например был аксюрбл с элементами 1,2,2,1,3 то есть у нас тут есть повторяющиеся элементы 1,1 2 и 2 но если мы применяем метод дистинкт то вот эти повторяющиеся элементы будут из него выкиднуты и останется только 1,2,3 тоже достаточно полезно далее элемент элемент add элемент в апсюрбл с таким-то индексом он возвращает апсюрбл с единственным элементом элемент по этой позиции нельзя сказать что сильно применяется но существует существует более важной штуки это например first то есть возвращает первый объект ну или же у него есть переопределенная функция это функция с условием то есть возвращает первый объект для которого выполняются определенные условия ну а условия соответственно это функция которая передается в метод то есть first для такого что это число больше 8 то есть проверяет 1 нет проверяет 2 нет проверяет 4 нет проверяет 8 нет 16 до возвращать 16 заканчивая работу абсолютно аналогично есть метод пласт абсолютно логичной логикой только он идет не сначала с конца далее есть тоже очень полезный метод так то есть у вас есть абсурган с четырех элементов вы хотите вернуть взять только два из мира или столько 3 только один вы вызываете метод take и он обрубает эти вот эти элементы остается только 2 1 аналогично опять-таки метод skip то есть пропускает данное количество элементов то есть было 4 элемента пропустили первые два нам отдали только вот эти два последних вот короче поэтому по этой картинке ничего нельзя понять что этот метод делает хотя это один из самых важных методов в рэкс java и он нам будет особенно важен на следующий парик в рэкс java методы replay нет есть метод кэш что он делает например да у вас есть какой-то запрос на сервер вы получили эти данные и узнаете что они не особо часто обновляются и вы не хотите чтобы каждый раз когда кто-то подписывался как все равно чтобы он за вам ходил на сервер поэтому вы вызываете метод кэш который гарантирует что все равно посчитать свой результат только один раз его сохранит и всем подписчикам будет отдавать только один этот результат то есть например в случае серверных методов вы можете знать об сервер был например вы повернули экран создали все рубил выполнить запрос и его закеширует каждый раз при повороте экран экрана вы например обращайтесь к этому актеру если вы не выполняете метод кэш то каждый раз вам будет ходить на сервер а вам это не нужно вам нужно просто получить данные с актеру или например какие-то длительные вычисления как будет нашим следующем задании то есть большие сложные учтения которые берут много времени и результат которых не изменяется со временем там не знаю произведение первых 100 тысяч чисел это достаточно долгое вычисление и постоянно повторять его не нужно достаточно выполнить его один раз закеширует результат и все подписчики будут получать один тот же результат вот принципе на один из самых сложных для понимания методов это reduce даже не знаю как сказать он для каждого это некий аккумулятор то есть у вас есть какое-то начальное значение и вы для каждого элемента вообще рубля вызываете какую-то функцию ну то есть лучше на примере на самом деле потому что объяснить что он делает ужасно вот это все было как несложно здесь заметить по примеру он считает сумму то есть нас было вообще рубля 1 2 3 4 5 в итоге получилось 15 это сумма первых 5 элемент то есть допустим что мы делаем мы вызываем этот reduce которому качестве начального значения передаем 0 и теперь говорим что будем так вот передаем ему функции из двух аргументов и говорим что нам надо вернуть сумму сейчас скажу как это работает то есть начальное значение 0 она попадает в x следующее значение y а следующее значение 1 она падает в игрек и вы в итоге возвращаете их плюс игрек получаете 1 этот 1 снова падает в x и за все равно было берется следующий элемент игрек и соответственно получается здесь 12 они складываются получается 33 снова падает в x это 3 падает в игрек они складываются получается 6 ну и так далее вот этот элемент суммирует все элементы обсерва считать сумму а в смысле более глобальном контексте вопрос хороших я не спутник нет почему нет с объекта можно использовать его его также используешь с объектом просто даже начальное значение какое-то и этот объект например модифицирует зависимости от ну да функция функция которая каждый новый элемент применяет его к этому вот есть еще одна картинка то есть то есть смотрите начальное значение берем допустим первое то есть есть красный теперь говорим что каждый вот этот reduce должен оборачивать вот этот объект оборачивать вот этот объект вот в этот объект то есть нас был красный кругляш потом стал зеленый мы берем красный и вокруг него рисуем зеленый получаем вот такую ерунду далее берем синий кругляш и уже над вот этим кругляшом рисуем заново синий пример практическое использование наверное есть но мне лично не попадать вам попадутся в задании ну вот например типичная задача факториал факториал на церковь это все очень круто создаем range от 1 до 10 то есть актера был с элементами 1-10 и начинаю применять функцию reduce ну для факториала как вы обычно делаете им им то присвоить единицы и начинаете умножать этого мы здесь тоже самое вот эта единица вначале впадает сюда ну и единица отсюда падает сюда они умножаются результат снова падает сюда и так далее в общем этот пример банально что-то сложнее посчитать произведение сумму чисел мне не удалось но метод интересный и сложный вот теперь начинается самая жуткая боль открываем второе задание что нужно берете массив чисел от единицы до 100 тысяч включительно и к ним применяете следующие вещи вначале умножаете все элементы на 2 потом убираете 40 тысяч элементов сначала убираете 40 тысяч метров с конца почему нельзя было сразу взять массив там от 40 тысяч до 60 не спрашивать потому что вот именно после этого удалите все элементы которые не делятся на 3 у вас получится где-то 6 тысяч шестьсот шесть элементов чисел обычных интеджеров эти интеджеры вам нужно преобразовать в объект типа беги интеджер ну и используя выше упомянутую функцию reduce умножить все эти беги интеджеры перемножить эти числа все рубли беги интеджер потому что ни одно нормальное число не выдержит таких издевательств и самое главное это вычисление не быстро я вот так уменьшен сильно она выполняется примерно секунд за миллисекунд за 200 то есть это все не так быстро поэтому нужно за кэшировать результат то есть методом кэш то есть это есть если у вас повторная попытка получить данные за то все равно будет немедленнее по крайней мере раз пять тест провалится есть вторая задача тогда создаем все равно что-то что-то Продолжение следует... 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 ну ладно это уже это уже не так важно в общем сюда попадет все вот эти шесть элементов достаточно приятно но не так уж сильно юзабельно короче здесь какой-то занудный текст в общем то же самое что я сказал он преобразовывает данные и за все было в другие обсе вы и потом все сливают друг другом внутри это выглядит примерно так плохо видно но в общем начале вызывается обычная функция мэп которая преобразует данную актеру были и после этого вызывать функция меш которым скажем но вообще да можно сделать так то есть вызываете флот на потом снова флот на и в итоге это преобразуется все нормальным видом но это что-то маразм у меня есть идея в связи с временем пропустить это задание поскольку оно менее интересное чем остальные можете его сделал дома сейчас кратко скажу то есть вам подается observable из списка в опсеру были есть несколько списков людей во первых вы должны слить вот этот observable а в один observable из людей после этого для каждого человека вы должны удвоить его имя то есть опять стандартный мэп потом удалить всех одинаковых людей из observable и после этого опять-таки с помощью небезызвестных функций reduce просуммировать этих людей как можно суммировать людей это вопрос хороший для это вам есть функция int value в классе person ну и соответственно нужно вернуть observable состоящий из одного интегра сейчас это будет долго немножко поэтому мы пропустим четвертое задание немного поинтереснее и самое главное поважнее но вот это знание дома сделать обязательно но тоже достаточно важно решение ладно вот собственно в рэкс java есть такая крутая фишка как возможность объединять вот эти observable в один их как-то преобразовывать сливает последовательно соединять и так далее так далее так далее и качестве когда вы работаете с сервенными запросами это очень часто бывает удобно то есть вы создаете там пять запросов каждый запрос возвращает актера был вы их сливаете друг друга ну соответственно очень легко отследить что они все завершили свою работу или поймать ошибку общим кодом часто используется очень удобно ну вот собственно одна из таких функций это функция мерш ну опять-таки по картинке не слишком сложно понять что он делает она принимает в актеру было то есть есть один актер был есть 2 и соответственно эти данные сливаются друг другом но и когда один актер был заканчивается и только актер был тоже заканчивается здесь есть важная тонкость то что вы не знаете в каком порядке эти актеры было будут друг другом слиты то есть вот здесь видите здесь есть начале этот вначале этот отдает свои данные он падает сюда потом другой потом снова этот опять другой этот порядок может 10 раз меняться если вам сильно важный порядок то мерш вам не подходит есть другая функция который на следующем слайде скажу ну вот так ладно и вот как это выглядит вот так все равно два актера было из чисел мы их сливаем но они соответственно друг другом соединяются ну идея понятна ну или на практике это выглядит вот так два актера было и вызывать функция мерши то есть получится в итоге один актер был состоящий из чисел один это четыре пять шесть семь восемь ну и дальше снова один это четыре пять шесть семь восемь это потому что этот актер был выполняется быстро главном потоке есть у вас все работы в другом потоке или неизвестно когда они завершат работу функция мерш будет давать вам непредсказуемый результат если вам важен порядок то вот например вот например функция интервала которая с определенной периодичностью отдает данные то есть первым все было из интеджеров вторая церва из интеджеров которые появляются с определенной частотой и вот это мерш никто не знает работает если вам нужна гарантированный результат что они друг за другом есть функция конкаты то есть она банальная и опера все рубль за ним стоит пара все рубль все очень сказать просто вот мы рассматривали так общих чертах оператор плотно можно было заметить что я даже в этом сказал кратко то что он вначале выполняет обычную функцию марк то есть создает несколько оптеров был а потом и всех мержет аналогично есть функция конкат на это полный аналог функции плотно только она не мержет эти все было а их конкатит соединяем как-то так и вот это мой любимый оператор он заюзан почти во всех тестах оператор zip он принимает на вход два актера было и но по картинке в принципе можно понять что он делает он принимает на вход два объекта и в зависимости от этих двух объектов строит третий объект ну например здесь мы от первого объекта берем форму а второй берем цвет но и в итоге получаем синий облако но и вот к этому результате работы то есть из этого и этого получается вот этот из вот этих двух вот этот вот этот вот спойлерить не буду пока это домашнее задание так ну вот например как можно создать человека двух людей у вас есть а все равно строк который содержит имена этих людей и а все равно чисел которые содержат возраста этих людей вы вызываете функцию zip и передаете два аргумента нэмс и эйдж то есть два все два параметра была стринка интеджер и дженери функция с тремя параметрами но эти параметры определяются вот этими как сказать значениями то есть если у вас первое актера был был стринговый он попадает здесь фактически стринг если первый актера был был интеджер он платить второй актера был интеджер пара параметров фактически это интеджер и если вы хотите вернуть человека то есть person то вы должны в этой функции указать 3 параметра person то есть это что вы возвращаете а это что идет на вход но у него соответственно есть одна функция то есть строка попадает сюда иван пойдет сюда интеджер пойдет сюда 22 пойдет сюда и и в итоге нам вернется 22-летний иван и 18-летний вася как-то так так сейчас будет разврат короче немножко будем людей делать у нас есть метод которым передается четыре списка это два списка пап два списка мам вам нужно всех мамы теперь по начале объединить пап в один актера был помнить мам другая все равно ну используя нам создать 3 актеру который будет содержать детей этих людей там есть функция в классе перст на есть функция мэйк чайл помочь что-то такое да то есть начале вы соединяете вот это да учите что надо использовать все эти функции которые мы разбирали а не надо начать там делать метод это пол потом это пол и как еще делаем все реактивно то есть соединяем два списка потом еще два списка и выдаем один в итоге все функции которые вам нужны были перечислены но собственно все нормально создаем один актер был который объединяет себе два вот этих создаем флоро актер был который объединяется два вот этих ну и вызываем соответственно метод deep что-то здесь я видимо еще не написал видимо метод моих чайл ты написал для вас после чтобы не парились доброта забота мы возвращаемся тест на эту персону самое короткое решение так домашнее задание ну во первых третье задание обязательно это обязательно его нужно сделать потому что хорошая практика много операторов дам до выражения тоже обязательно познакомьтесь кто не знаком кто не знаком познакомьтесь кто знаком повторите и это тоже часть задания перепишите все вот эти методы которые вы написали с использованием для выражений ссылок на статические функции благо студия все это подчеркивает варнингами и предлагает вам легко заменить на лямбду или на статический метод также ну во первых сама документация ссылку на документацию по rx откуда я брал все эти картинки ну и наверное лучший сборник статей для начала по rx у это статьи данлева тоже известно достаточно дурить разработчик у него четыре статьи по rx java все в принципе очень интересные хорошие ну и самое божественное это вот эта книга и разума сеньшелс очень-очень крутая книга